Ребятки, всем огромный привет! Я снова на кухне и снова с вами Лена и Витя и Степан и канал Погода в Доме. Все! Мы все вместе в кучке, все дома. Суббота, прекрасный день. С утра я сходила за хорошими эмоциями к Даньке. Он меня развеселил. Витя тут занимался своими делами. В общем, детям нужно было съездить по делам, а я занималась Данией и Полей. Поля самостоятельная девочка, уже умничка. Я пришла, она моет посуду после завтрака. Семья позавтракала, ребеночек моет посуду. Это настолько приятно смотреть, знаете, как Ладан на душу. Вымыла посуду, Даня позавтракал, меня угостил тем, что кушал. Но он такой у нас, например, когда он заходит к нам домой, он показывает все свои обновы, новую футболочку, что-либо. Какая-то игрушка у него в руках. Он вроде как хочет всем поделиться. Он очень такой, например, ему скажешь, кушает он печенька. Я говорю, дай бабушке. Он тут же даст, даже без сомнений. И Витю накормит, и меня. И даже еще обижается, если не берешь пищу у него из ручонок. Получила я такое, знаете, ну, радует детки вообще. Единственное, что никак он, бедненький, у нас не разговорится. Но, в принципе, Витя прав. А зачем ему говорить, если все понятно? У него разные звуки на все. То есть, если переключить на другой мультик, у него один звук. Позвать Полину, следующий звук. Чего-то там ему надо. А насчет надо сейчас расскажу. Умнейшая Детина. Я скажу, боже, неужели у нас и дети такие были? Вроде внуки растут немножечко, ну, не в нашем доме, да, не под нашим руководством. Вот. А воспитывают их наши дети. И они, ну, настолько другие, настолько какие-то умненькие, современные. Все знают, все понимают. Короче, ну, це чудо. Пока я с вами разговариваю, я буду, ребята, готовить сегодня плов. Плов. У меня, значит, со свинины. У меня ребрышки, но они жирноватые. Поэтому я хочу немного сейчас сало с них снять. На этом сале буду же их обжаривать. Вот. Потом протушу это все с морковью и с лучком. Ну, и пока будет это все прекрасное блюдо, вкуснячее блюдо готовится. Давно не делала плов. Я буду с вами разговаривать по поводу того, что Даня все понимает. Оставила ему, Женя, еду, как всегда. Любит он сильно макарошки, казалось бы. Хоть какие, в любом виде. Просто с маслом можешь сварить. Ему не надо там ни котлет, ни сосисок, ни каких-нибудь там помидоров. Хотя я порезала ему помидоры. Он даже не глянул. А чего он глянул? Дети современные. О чем речь? Я пришла в зал. Он там сидит, играется на своем стульчике. Думаю, пока он будет там забавляться, я его буду кормить. Потому что он садится за стол, это нереально. Много же эмоций. Принесла я макарошки. Все. Он берет меня за мизинец, ведет в кухню. Сам открывает огроменный холодильник. И пальчиком тычет. Куда бы вы подумали? Кетчуп. Как бабушка могла дать ему макарошки и не добавить туда кетчупа? Но сам факт. Ему надо... Ему даешь эту пачечку. Он сам надавливает, сколько ему надо. И уже вилка не нужна. Пошло вот так. Руки, макароны, кетчуп, все дела. Короче, наелась Детина. Потом приехали родители. Я на таких хороших эмоциях пришла. Пообедали с Витей. Витя уложила. Кажу, отдыхай. Потому что он же тоже не сидит зря. Он... Так, заготовки, как всегда. Витя, у меня хозяиновытый дужа. Все, что растет, у нас есть в доме. То есть капуста, свекла, морковь, орешки, яблочки, сливы, виноград. Все это есть. Но это надо же добывать. Поэтому ореховый сезон начался. Орешки нужно... В день нужно съедать 5-6 орешков. Они очень нужны и очень важны нашему организму. Прислушайтесь. Мы кушаем орехи. Витя мне их колет. Молодец. Спасибо. Но у нас сегодня снова сломался орехокол. Это уже или второй, или третий. Второй точно. Третий под сомнением. Но два уже было. Поэтому они такие сейчас мягкий металл. И они быстро-быстро выходят из строя. Очень обидно. Но он нужен вроде, очень нужен. Потому что наша привычка как? Я не знаю, в детстве вы это делали или нет? Дверями давили орехи. Я так давила точно. Мама ругала. Косяки вечно сбитые. А я вот прижму его в туалете или в ванной двери. Мама кричит криком. А что ж, хочется орешков. Чтобы родителей не отвлекать, надо же это делать самой. Ребят, у меня рис очень-очень хорошо промыт, через сито процежен, совершенно рис такой длиннозерновой, но не пропаренный. Я его сегодня буду обжаривать на сковороде, обжаривать на сковороде до цвета такого, знаете, ну, желтовато-коричневого. У меня сковородочка уже включена, вот, и я отправляю туда свой рис, вот. Ну, а в казанке буду обжаривать мясо, вот так рис молится. Обжаривается, а сюда выкладываю жирные сначала кусочки, тут такой получился, как срез ребрышка, тут еще не дорезанные, сейчас буду обрезать. И ребрышка будет не таким большим, не таким толстым, и сальная вот эта вся часть выжарится и будет хороший у нас плов. Морковь свекла, слушайте, лучок и морковь уже заготовила, сейчас будем резать. Хотела я попользоваться овощерезкой вот этой, которая ручная вот эта на столе, но думаю, все-таки на плов мне нравится морковь резать самой, потому что моркови должно быть много, это раз. И она очень красиво длинными такими стежками должна быть порезана, это мое мнение, но я так понимаю, что многие так думают, потому что если его мелко порубить или неровными такими кусочками, ну, оно не будет так красиво. Мне нравится, когда морковь в таком хорошем-хорошем срезе сделано, поэтому порезано, поэтому ребрышки я отправляю сюда, сполосну сейчас досточку и будем резать с вами овощи. Вот, а рис и мясо начинаем обжаривать. Думали-думали с Витей, что приготовить, что приготовить, ну, говорю так, или макароны по-хлодски, или отбивные из сердечек индюшины, кстати, вот такая вещь у меня, они закуплены заранее. Либо плов, Витя говорит, плов, я говорю, о, все, я тебя услышала. И все, заранее достала из морозилки и ушла к даме. Так, лучок, у меня вот такие четыре большие луковицы. Лук, ребята, ужасно портится, его надо срочно перебирать, доводить до ума. И если порченый лук вот такой будет много, то я буду вплоть до того, что обрезать и пережаривать. Вот, благо есть, где это все сохранить. Других вариантов я не вижу, потому что портится на глазах. Лук очень жалко. Вроде как выражай неплохой, а обидно. Ну, ничего, лук недорогой, можно и закупить впрок, но, опять-таки, сохранить его на зиму тоже тяжеловато. В общем, будем думать. Лучок буду я пока нарезать. На улице погода стоит великолепная. Дожди, два дня были дождики, но в четверг был сильный дождь, такой прям хороший. В пятницу побрызгало немного, но тоже вроде как освежило земельку. А сегодня очень хорошо, тепло, ветра нет. И радует погода, прям радует. У меня чай небольшая была неприятность, ребятки. Ну, так, если все, то обо всем и все, правильно? Ничего от вас не скрываем. Сломался у меня кусочек зуба, но он не сломался, а был штифт. И посередине штифт, да? Ползуба мои, а ползуба была пломбочка. Вот это ползуба, где пломбочка ушло. Отвалилась. Надо будет в понедельник пойти в поликлинику и подлечить зубчик. Рис обжариваю прямо на сухой сковороде. Сейчас он чуть-чуть подсушится. Я добавлю немного масла подсолнечного. Мясо обжаривать буду прямо в судочке, чтобы сковородой пользоваться не буду. Сковорода у меня занята под рисом. Чуть-чуть добавлю масло. Пускай обжаривается. А мы продолжаем резать лучок. Лук пообрезала как могла, гниет. Прямо в середину. Плохо, что лучше с краю гнил. Хотя бы верхние листики снял хорошо, а в серединке пол луковицы приходится выбрасывать. И не сразу заметишь, что он начинает пропадать. Вот, как видите, вот такая вот штучка в середине луковички. И все, лук уже будет пропадать. Поэтому срезаю как могу, убираю это ненужное нам. Вот так. Сейчас вот эта селекция, я вам скажу. Раньше как-то знал лук, знал все сорта лука. Сейчас их развелось много, а качество желает лучшего. Хотя, может быть, год такой. Скорее всего, потому что многие жалуются на урожай нынешнего года. Лука у меня будет ровно столько же, сколько и моркови. Моркови тоже немало. Так как морковка требует... Лук моркови прям просит. Это, значит, соотношение должно быть рис, морковь и лук почти в одном и том же количестве. Одинаковая масса должна быть риса, лука и моркови. И мято. И мято, конечно, соответственно. Витя подсказывает. Спасибо, Витя. Ох, запахи. Ох, там лук. Там салка жарится. Не салка, а такое, почеревочек получился с обрезанных ребер. Лучок я режу обычным кубиком. А морковь красивыми такими полосочками. Длинными наискосок. Сейчас все показывать буду. Конечно, национальный плов готовится немного по-другому. Там и мясо другое. Там идет баранинка. Но у нас с бараниной напряженка. Баранина очень дорогая. И ее не всегда найдешь. И не всегда молодую. То есть это надо или у знакомых покупать, или лучше готовить на свинине. Либо на говядине. Баранина это мясо очень вкусное, но тяжело его найти, ребят. Красивый такой лист получается. Желтый лист. Ммм, какой запах. И вот такими я полосочками порезала морковь. А теперь разделяю на части, на красивые. И длинными кусочками режу вот так вот морковочку. Такой длинной соломкой, тоненькой. Это будет долго. Но если долго мучиться, то что-нибудь получится. А у нас не что-нибудь, а вкусный плов. И поэтому эта операция очень долгая. И я сейчас отключаюсь. Ребят, пока у меня греется сковородочка, я вам покажу, сколько получилось лука и моркови. Полная пиала с горочкой, видите, лука. И вот такая большая пиалочка, нарезанная красиво, нарезанной тоненькими такими полосочками. Она вся одинаковая, наискосок. Старалась, долго резала, боялась порезать руку, потому что даже очень острые. Приготовила два огромных зубца чеснока. Прям такие, ух! И вот он наш обжаренный уже рис. Он готов. Ждет своего времени. А пока я нагреваю сковородочку, наливаю подсолнечного масла, прям так немало. И обжариваю на сковороде лук и морковь. Мясо у меня, ребята, обжарилось в казаночке. Я добавила туда водички, чтобы покрыла на два пальца мясо вода. Убавила огонь и протушиваю мясо на косточке, у меня ребрышки протушиваю, прямо в казанке. А лук и морковь я обжарю на сковородочке. Здесь температура убавлена, чтобы оно не взрывалось, а медленно-медленно кипело и мясо становилось мягоньким и нежным. Лук быстренько обжарю с морковочкой. И все специи у меня готовы. То есть, 2 чайных, получается, 1 столовая ложка приправы к плову. Здесь зира, чесночок, все специи, перцы и так далее. Немного кари есть. Здесь в этой специи я все прочитала. Соли нет. Соль, главное, не пересолить плов, потому что плов пересолен, и сами понимаете. Другая пища пересоленная, она мало того, что невкусная, она очень неполезная. Лучше не досолить. И кому не солено, добавить сольки, уже будучи, скажем так, за обеденным столом или за столом, где накрыт стол. Но мы не привержены соленой пищи, поэтому все по минимуму и не больше. Я пересоливать не люблю. И вам я советую. Соль, как и сахар, это 2 большие ненужные нам вещи, особенно после 20 лет. Все, лучок наш сейчас поменяет цвет. Я добавляю морковочку. Лук буду готовить в духовке. Духовку, кстати, можно уже нагревать, потому что еще немного, и выключу как раз мясо, оно дотушится. Все специи, морковь, лук добавляем, потом снова включаемся. Итак, протушилось мое мясо, ребята. Оно уже готово, почти готово. То есть оно свою мягкость уже приобрело. И мы сейчас делаем с вами дальше плод. Отправляем прям в кипящую вот эту вот, в этот бульон мясной, отправляем рис. Красивый, прожаренный, желтенький. Можно огонь уже убавить немного. Затем водичка у меня заранее заготовлена. У меня здесь было 300 грамм риса. Значит, я беру 400 грамм воды. Разбавляю здесь пол столовой ложки соли. В этой водичке добавляю нашу приправу для плова. Все это вымешивая. Расправляю рис по всему казанку. Заливаю этой водичкой нашей, в которой добавлена соль и приправа для плова. Вот так. Не мешаю, не перемешиваю. Одна штучка лаврового листика. Обжаренная наша морковь с луком. Все это сверху. Теперь можно вот так вот разложить. Еще нам надо перчик для аромата. Вот так. И три наших больших-больших зубочка. Прямо вот так вот я делаю такую махонькую дырочку и отправляю его туда, в серединку нашего плова. Ложкой туда его прям заныриваю. Заныриваю. Все. Плов можно накрывать и отправлять в духовку. И следить за ним я буду как? Я вот так вот буду приоткрывать крышечку. Если плов наш поднялся, и я увижу такие в нем, знаете, как норочки такие. Значит, наш плов готов. То есть весь пар вышел из него. И остался сухой красивый плов с большим количеством ребрышек. Ароматный, вкусный. Осталось только подождать, что мы и делаем. Итак, ребятки, мы готовы к ужину. Вот такой у нас получился красивенный пловчик. Обратите внимание. Красота. Запах просто бомбезный. И сделала салат, ребята. В этом салате присутствует желтый помидор, красный помидор, мелко порезанный сырок, лук, чеснок, сметана и горчица дижонская. Все. Перчик, соль по вкусу. Это салат к плову. И сам плов, ребят. Ну, это, конечно, бомбезно. Посмотрите, какой он рассыпчатый. Какой цвет удачный. Много моркови. Вот они, наши ребрышки. Мы сейчас с Викей будем ужинать. Всем приятного аппетита. Готовьте вкусный плов в казаночке, в духовке. На слабом-слабом огне. Буквально так, чтобы он томился. Тысячу раз говорила, и не поленюсь сказать еще раз. Очень жаль, что телефон не может передавать запах. Чудо. Все. Всем, кто ужинает, приятного аппетита. А мы, как всегда, с вами, видите, Лена и Степан. Кс-кс-кс. Который ждет тоже своего ужина. Да? Да, мы тебе сейчас. Да, мы хороший. Да. Кс-кс-кс. Ты мой мальчик. Всем доброго вечера. Спокойной, хорошей ночи. Отличного настроения. Завтра воскресенье. Отдыхайте. Полюбите себя. Сумейте найти минутку для хорошего отдыха. Хороших общений вам. Отличного понедельника. Хорошей рабочей недели. И всего-всего самого наилучшего. Мы, как всегда, с вами, Витя, Лена и Степан. Очень хорошее настроение на канале Погода в доме. Ну и, как всегда, пишите нам комментарии, ставьте лайки и подтягивайтесь к нам на канал. Все. Пока-пока. Смачного всем!